Руководство рассудило по-своему, попыталось найти какой-то компромисс и сказала, пусть выходят ребята на матч с Днепром, да? Тренеры в подготовке не участвуют, пусть остаются дома. Команда вышла на матч с Днепром. Первыми забили гол 1-0. Я уже, честно говоря, даже не помню. И потом пропустили три. И проиграли за счетом 3-1. Вы смотрели этот матч по телевизору или на седине? Вместе с Лобановским или по отдельности? Не, вместе. Когда забили гол и когда пропустили три, какие у вас были эмоции? Значит, ну чисто профессиональные. Тут было не, как говорится... Но когда забили гол 1-й, вы порадовались? Да нет, ну тут же тренеры вообще не должны радоваться событиям, которые происходят на футбольном поле. Почему? Ну что это эмоции. Значит, эмоции не дают возможности объективно оценить ту или иную ситуацию и могут завести, как говорится, в дебри. Поэтому мы спокойно отнеслись к тому, что происходит. Опять же таки, в надежде на то, что урок наглядный. В общем-то, нужно, чтобы руководили тренеры этим процессом. А вы понимали, что если они сейчас выиграют, это вам приговор? И вы больше не тренеры киевского Динамо? Нет, ну вот видите, приговор оказался и... Оказался, но могло повернуться же иначе или нет? Нет. Нет? Вы твердо знали, что не выиграют? Нет, я не о результате, я говорю. Я о результате этого конфликта. Понятно. Все равно ожидали крайних мер. Предвидели это. Почему? Потому что еще раз повторяю. Вариант феномена. Я вам задам неудобный вопрос. Один из футболистов 1975 года, команды этой, сказал мне, что когда ребята вышли на матч с Днепром и когда проиграли 3-1, у него, который тоже был на поле, сложилось впечатление, что некоторые игроки специально сдали эту игру. Что вы об этом думаете? Нет, ну в этой команде такого не могло быть. Просто команда, мы говорили уже о духе победителя, значит, этот дух был присущ в течение не касался ни одной игры, а целого этапа работы, на котором такие варианты были исключены. Не проходили. Не проходили. В результате уже проиграли 3-1, в результате приняли решение, что у руля остается Лобановский, Базилевич идет в отставку. Вам больно было услышать это решение? Ну, какие-то ничуть не буду, конечно, было очень неприятно. Спасибо.